Во второй части дня сейчас у нас здесь начинается поток от продакт-менеджеров. У нас будет четыре доклада сразу подряд. Первое — это сквозная аналитика. Дальше у вас там в расписании два секретных доклада. Первый доклад — это будет про… Секретный. Ну, чтобы люди знали, оставаться или нет, про туннели продаж. Следующий доклад будет про центр продаж, продажи в чате. Мы подробно будем рассказывать о том, что Сергей говорил сегодня на большой главной презентации. И последний будет доклад про 1S Backoffice, уникальную интеграцию с Bittrex 24. И обязательно подходите с вопросами после как бы партнерской конференции или в промежутках, в каких-то перерывах. Мы будем отвечать на них. Очень приятно будет с вами пообщаться, обсудить те возможности, которые мы будем вам сегодня рассказывать. Сразу, кстати, после четырех докладов у нас здесь будут митинг-поинты. Сразу на выходе будем стоять там с Юрой и по любым вопросам, касающимся Bittrex 24, будем рады с вами пообщаться. Начинаем. Сквозная аналитика Bittrex 24. Проверим эффект на реальном бизнесе. Но перед тем, как начать, хотелось бы понять, что такое вообще сквозная аналитика, как она у нас появилась в Bittrex 24, что она помогает сделать в нашем продукте, для чего вообще необходимо. Во-первых, конечно, ответить на главные вопросы для бизнеса. Какая реклама эффективнее, какой из рекламных каналов эффективнее, сколько стоит вообще реклама, сколько денег она приносит в итоге, то есть сколько сделок удается выиграть с каждого рекламного канала. Взять агентство под контроль, потому что чаще всего компания, клиент обращается к агентству, либо ваши клиенты обращаются к вам для того, чтобы вы помогли им настроить маркетинг, настроить рекламу и начать получать заявки, лиды, сделки и так далее. И для того, чтобы это все было под контролем, как у вас, так и у вашего клиента, которого вы настраиваете, чтобы он все видел в своем Bittrex 24, все отчеты, для этого и нужна сквозная аналитика. Ну и каналы в коммуникации становятся с клиентами все больше и больше, и люди не понимают, а какие каналы коммуникации действуют. Не могут все каналы, вот просто совершенно все каналы одинаково действовать на все сферы деятельности. Явно есть каналы, которые лучше с вами работают, есть каналы, которые хуже работают. Причем бывают очень сильные перегибы. С компанией А хорошо работает e-mail, который вроде бы умирает и никому не нужен, но с ним все хорошо и прекрасно, компания существует и работает, и люди в основном обращаются через этот канал. И в то же время у другой компании e-mail может вообще не работать, но работают хорошо чаты, через которые опять-таки коммуникации работают, и достигается эффект получения сделок и закрытия сделок. Все сугубо индивидуально, и те примеры, которые мы будем приводить, они рассчитаны и показаны на примере конкретной компании, которую нельзя брать за основу и считать, что вот у меня так же будет работать. Так же работать у вас, скорее всего, не будет, потому что вы по-другому будете настраивать, по-другому коммуницировать, по-другому у вас работает ваш бизнес и всегда сделать эксперименты. Поэтому мы и сделали вот такой вот эксперимент, о котором немножко сегодня с вами поговорим. И если говорить о сквозной аналитике вне Bittrex 24, то как это вообще происходит сегодня? Клиент говорит о том, что это очень дорого, и мы делаем пилотные внедрения у себя внутри компании, приглашаем компании, помогаем им внедрить CRM, смотрим, как это получается. Таким образом получаем живую обратную связь от клиентов, видим, где у нас есть минусы, дорабатываем их, и слышим от них такие доводы, что нет, сквозная аналитика – это очень дорого. Я последний раз обращался в агентство, мне там насчитали 250 тысяч, где-то вообще больше. Соответственно, клиенты сразу говорят, нет, это дорого, это сложно все настраивать. Плюс еще… Я немножко давай это помню. Это была, наверное, основная идея, которая нас подвигала на то, чтобы мы это выпустили. Наша задача была сделать так, чтобы чек входа был нулевой. То есть условно, если у вас есть уже CRM, Bittrex 24, считайте, сквозная аналитика у вас уже автоматом тоже появилась. И вам ее не нужно было настраивать очень сильно. Ваша задача – заниматься вашим бизнесом, а не заниматься настройками. Плюс, как правило, агентства говорят о том, что мы контролируем не все, мы контролируем, фиксируем только первое действие, последнее действие. Соответственно, когда клиент говорит о том, что я хотел бы увидеть полный путь, нет, это в принципе невозможно. Или мы не контролируем чаты. Да, мы можем проконтролировать там рекламу, переход по какой-то ссылке, но не чаты. Если клиент написал вам в чат, то это уже никак нельзя проконтролировать, нельзя отследить эффективность и так далее. Даже еще хуже бывает. Даже если агентство пытается что-то типа контролировать и что-то пытается типа гарантировать, даже это она на самом деле ничего не гарантирует. У меня был живой пример, когда я нанял достаточно серьезное агентство, не буду называть название, которое повело себя, ну по моему пониманию, просто по-свински. Я даю им задачу, говорю, вот нужно потратить такую-то сумму, канал Яндекса, посмотрите, сможете ли вы какой-то эффект достигнуть. Яндекс в конкретно данной компании, для которой это запускалось, вообще не давал никакого эффекта, он был нулевой. Агентство говорит, да мы суперспециалисты, мы все сделаем, все шикарно, только вот сумму, которую вы хотите потратить на рекламу, нужно условно утроить. Окей, утраиваем сумму на рекламу, если вы тем более гарантируете эффект. Проходит определенное время, агентство приходит, я им говорю, ребят, ну вот циферки, тут никакой вообще эффекта-то вообще нету. Что-нибудь будет происходить вообще с эффектом? Она говорит, ну не получилось. Я говорю, вот это вот ну не получилось, это вот как я должен рассматривать? Ну не получилось, я деньги просрал, извиняюсь за выражение, или ну не получилось, вы что-то компенсируете. Причем разговаривал я именно с руководством. После этого я понял, что доверять агентствам вот просто так вот неинтересно. Это неинтересно с ними даже работать. И вот наша сквозная аналитика, ее основная задача сделать так, чтобы агентства начали отвечать за свои слова. Не просто так, я крутой, но потом ничего не сделал. А я крутой и доказал, что ты крутой. И тогда да, супер, я готов тебе тратить деньги, я готов тратить деньги на то, что ты будешь тратить. Понятно, что когда агентство приходит в мою компанию, он скорее всего ничего не знает про мою компанию и не может сказать, что вот я гарантирую, что вот эти два канала у вас будут работать. Но я хочу, чтобы они сделали эксперимент, выбрали канал оптимальный, которые будут работать на мою компанию. И потом эти каналы вели так, чтобы эти каналы приносили мне денег, чтобы роя отбивалась, чтобы моя реклама реально приносила мне доход и сделки закрывались. Собственно, решая все эти задачи, мы сделали сквозную аналитику в Bittrex 24 и видим реальный пример реальных клиентов, которые очень легко стали расставаться с деньгами. Они готовы тратить деньги на рекламу, они готовы доверить это агентствам, каким-то людям, партнерам, довериться вам, чтобы вы все это настроили, потому что они видят от этого реальный эффект, видят реальный результат, реальные цифры, могут оценить эффективность каналов. Соответственно, это становится немного проще у людей. Нет сразу страха и отторжения, что это дорого, нет, там ничего не контролируется, я не увижу результат. Плюс настроить сквозную аналитику в Bittrex 24 может практически любой менеджер. Это очень просто делается, там в пару кликов просто подключается канал, и все, дальше отчеты сами начинают строиться и показывать вам результат. Под менеджером все-таки подразумевается менеджер партнера, не менеджер конкретной компании, потому что, скорее всего, менеджер конкретной компании не совершенно некомпетентен, он не понимает вообще, как работают рекламные источники, как это все настраивается, и какая-то настройка и курирование именно вопросов со стороны вас, как партнеров, нужна и важна. Но ваша будет схема подтверждаться тем, что, когда вы говорите, что мы вам все настроим, и мы вам дадим результат, вы этот результат будете подтверждать. То есть бизнес будет легко платить вам деньги, будет готов тратиться на какие-то затраты, которые он будет нести в вашу сторону, ежемесячные затраты. Если он будет реально видеть, что эти затраты окупаются, и та реклама, на которую он тратит деньги, реально приносит ему конкретный доход. Соответственно, когда нужна вообще сквозная аналитика, когда клиент чувствует в ней потребность. Когда у него становится несколько рекламных каналов, то есть он осознает, что да, мне необходимо дать рекламу Facebook, Instagram, VK, Яндекс, Google. То есть давая рекламу в несколько каналов, конечно, хочется теперь отследить эффективность каждого и выбрать только те, которые работают на его бизнес. Когда не устраивает результат рекламы, то есть он дает рекламу, не видит лидов, либо видит лиды, но они не доходят до финальных сделок, соответственно, опять же, необходим анализ, и здесь и требуется сквозная аналитика. И когда пытается найти новые механизмы, то есть клиент пробовал какую-то либо сип-рекламу, либо какое-то еще привлечение клиентов, и ищет какие-то новые современные способы, тогда, конечно, смело ему рекомендуем сквозную аналитику, настраиваем, подключаем. Что же у нас под капотом? Сквозная аналитика разделена как бы на две зоны. Первая зона – это те каналы, через которые вы тратите деньги. Это те каналы, которые клиенты будут создавать. Здесь могут как онлайновые каналы быть, это Google, Яндекс, Инстаграм или еще какие-то каналы электронных денег, где затрачивать электронные деньги, так и оффлайновые каналы. Раздача баннеров, реклама на радио, вы повесили билборд, разницы никакой нет. Самое главное – промаркировать эти каналы, установить определенные маркеры, которые будут собирать информацию с этих каналов, мы о них немножко ниже поговорим, и дать бизнесу запустить эту рекламу. Дальше вам нужно просто будет отслеживать внутри CRM, как создаются сделки с этого канала и дает ли этот канал реально какой-то эффект. Второй блок, с которым работает сквозная аналитика – это те каналы коммуникации, через которые клиент будет обращаться. Если это какой-то рекламный канал, электронный рекламный канал, например, Яндекс или Google, соответственно, там будет обращение, скорее всего, либо ваш сайт, либо какой-то клик на телефон прямо внутри рекламного объявления, либо еще какие-то электронные средства доступа клиента до вашей компании. Если это какой-то билборд внутри организации, внутри вашего города, стоит где-то на улице, то на билборде просто публикуется определенный номер телефона, который покупается под этот билборд, и все звонки, соответственно, с этого билборда, который клиент будет осуществлять, будут приходить конкретно внутри вашей CRM и будут маркироваться, что это вот билборд, который стоит там на московском проспекте 261, и вот он дал рекламный какой-то толк, эффект. Соответственно, этот билборд нужно дальше пролонгировать. Ну, если продолжать тему номеров, как говорит Юра, вы можете расположить его на билборде, можете расположить в социальных сетях. Соответственно, для этого, конечно же, в Bitrix24 есть колл-трекинг, где вы можете распределить каждый из телефонных номеров по рекламным каналам. И здесь, конечно, есть как рекламные источники, интернет-источники, Google, Яндекс и так далее, так вы здесь можете добавлять свои какие-то рекламные источники и к ним привязывать конкретный телефонный номер для того, чтобы когда поступает входящий звонок с этого номера, CRM фиксирует и автоматически прописывает источник, что он был с газеты, с журнала, еще где-то вы опубликовали. То есть все в CRM будет автоматически отмечено. Фактически бинзенс понесет затраты, так как входящие номера условно бесплатные, вам нужно только оплатить аренду этого номера. Исходящих, скорее всего, с этого номера не будет, потому что у компании есть какие-то номера постоянные, из которых делаются исходящие звонки. То вам условно номер будет обходиться от 200-500 рублей в месяц, чтобы просто проверить, работает ли источник или не работает. Если источник не работает, вы можете прекрасно этот номер снять с этого источника и перекинуть его просто на другой. Нужно только понимать, что есть некий отложенный эффект, который может действовать там немножко с отдалением. И часть могут лидов прителить сделок, которые шли на самом деле по той рекламе. Можно просто взять новый номер, от того просто отказаться. То есть здесь уже как бы нужно лавировать в зависимости от бизнеса. Конечно, все отслеживается с вашего сайта. Если вы размещаете виджет Bittrex24, либо у вас сайт на Bittrex24, тогда там виджет уже стоит автоматически. Там есть код, который будет автоматически проверять все касания клиента с этого сайта. Но это работает и не для наших сайтов. Неважно, создан ли сайт на Bittrex или это, например, WordPress, Joomla или еще какой-то CMS, которая сторонняя и на которой никогда ничего не было, чтобы это работало. Вам достаточно разместить JS-кодик, которого нет даже графического отображения. Это не обязательно наш виджет, на котором выскакивают чатики. Там есть специальный код, который упрощенный, у него нет графического представления. И все, код будет трекать этот сайт и полностью снимать с него всю информацию. Чтобы убедиться, что все у вас хорошо после того, как вы виджет подключили, у нас там есть кнопочка проверить. Мы в eFrame открываем ваш сайт и подсветкой показываем, а нашли мы ли телефонный номер на этом сайте. Мы в реалтайме забираем эту информацию и подменяем телефонный номер на другой. Вы можете попереключать рекламные каналы и в реалтайме увидеть, что сайт действительно подменяет номер телефона при выборе конкретного рекламного источника. Тем самым вы убедитесь, что вот все хорошо, на вашем сайте все подменяется и можно смело запускать рекламную кампанию. UTM-метки. Очень часто приходит вопрос к нам. У нас, кстати, кнопочка обратной связи есть в нашем разделе сквозной аналитики. Обязательно в нее пишите. Приходит достаточно много интересных хотелок. Нам очень хорошо и приятно, что вы нам пишете. Нам хорошо в том плане, что мы сразу ваши какие-то хотелки решаем, а когда функционалы находятся в работе, мы очень быстро можем ваши пожелания внедрять, и они легче будут внедряться внутрь продукта. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Чем больше вы пишете, тем лучше. Итак, UTM-метки. Много вопросов поступало о том, что UTM-меткам… Ну, у вас написано только укажите UTM-сорс. Мы подразумевали, что нужно просто указать UTM-метку. Текст мы поправим, это наша ошибка. Сознаемся в ней. Но на самом деле вы в это поле UTM-а можете ввести любой длины UTM. Вот здесь показаны два UTM-а для двух разных источников канала. Один для Google, другой для Яндекса. Это те UTM-ы, которые собирают данные компании, на которые шел эксперимент. Мы собираем здесь фактически тотально все. Какое слово, какое объявление, какая рекламная конструкция и так далее, и так далее, и так далее. То есть много информации собирается. Мы чуть позже сделаем редактор, который дает возможность опять-таки вашим менеджерам легко-таки собирать конструкции. Не бегать по документации Google и Яндекса, выискивая в полях, чтобы подставить. Вы просто будете кликать, что вы хотите собрать в эту UTM-метку, и мы будем автоматически подставлять эти значения в это свойство. Тем самым дадим возможность вам еще проще и быстрее запускать, внедрять вашим клиентам такие интересные возможности. Ну и, соответственно, когда все автоматически отслеживается, то можно тратить время уже не на настройки, а на контент. Что здесь важно? Если про сайты, как говорит Юра, происходит автоматическая подмена телефонного номера, то, конечно, в социальных сетях мы так сделать не можем, особенно если у вас есть какой-то баннер в Фейсбуке, либо ВКонтакте в группе. Там есть баннер, на котором обычно компания размещает свой номер телефона. Там, конечно, невозможно сделать автоматическую подмену. Соответственно, важно не забывать о том, что нужно здесь указывать тот номер телефона, который вы прописали для этой рекламной компании, для социальной сети, либо какого-то еще рекламной компании. Тот номер, который вы указали в настройках Bittrex 24, для того, чтобы потом произошло сопоставление обращения клиента по этому номеру. То же самое работает и для e-mail, если вы указываете. То же самое может работать для других каких-то точек касания, которые происходят с вашим клиентом. Нужно обязательно, когда вы это запускаете, пройтись один раз и исправить эти вещи на конкретном, вот в данном случае картинка ВКонтакта. Внутри ВКонтакта вот стрелочками показано, что нужно исправить. Мы сделали небольшой чек-лист, который даст возможность вам проверить. В ВКонтакте есть не так много и в Фейсбуке, не так много мест. Чек-лист подходит и для Фейсбука, и для ВКонтакта. Не так много мест, где нужно обязательно проконтролировать, что все хорошо. Это телефон в шапке сайта. Это когда его кидают на картинку. Соответственно, нужно, чтобы дизайнер, когда делал картинку, указал тот номер, который вы включили в калл-трекинге для канала ВК или для канала Фейсбука. Это телефон в кнопке. В ВКонтакте и ВКонтакте есть кнопка позвонить, либо написать, либо записаться. Вы можете сами выбирать, как будет называться эта кнопка. В ней также будет прописан номер телефона. Соответственно, необходимо указать тот, который вы привязали к этому рекламному источнику. У ВКонтакта и ВКонтакта есть определенное место, так называемый информационный блок, в который тоже можно указать и телефон, и сайт, и все, что хочешь. Там по-разному немножко для разных этих социальных сетей. И тоже нужно не забыть войти, особенно в Фейсбуке это достаточно нетривиально сделать. Это еще найти надо. Не всегда с первого раза получается. И указать обязательно тот номер телефона, который вы зарезервировали. Или email, или тот сайт и так далее. Соответственно, ссылки на ваши сайты с UTM-метками. И контакты менеджеров с телефонами, прописанными в калл-трекинге. Ну, это все хорошо и один раз настраивается в вашем менеджере. Но есть еще такая штука, как посты, которые, естественно, будут писать тот бизнес, который будет заниматься своим бизнесом и будет писать посты. Явно вы не будете за них это делать. И, естественно, вы не сможете проконтролировать и заставить их писать пост, обязательно не забыв указать правильный, не знаю, адрес их сайта, обязательно указать UTM-метку и так далее. Мы автоматически делаем парсинг постов и смотрим обращения по реферальным ссылкам, что человек перешел с этого поста конкретного со ВКонтакта или Фейсбука и правильно привяжем канал. То есть вы не сможете это проконтролировать. Мы попытаемся техническими средствами понять, что человек именно пришел с этого поста, именно с этой компании. Единственное, конечно, мы не сможем проконтролировать телефонный номер. Если все-таки компания, и вы ей сказали, нужно публиковать номер 8845, она опубликовала 8888, ну, простите, звонок произошел с этого номера, этот номер будет привязан к чему-то другому, соответственно, звонок придет либо как органика, если это их стандартный телефонный номер, либо еще что-то. Тут нужно немножко будет с менеджером поработать, с менеджерами компании, которые будут публиковать эти постики. Ну и, соответственно, в CRM Bittrex24 мы получаем сделку, в которой строится цепочка касаний клиента. То есть прямо в интерфейсе мы видим вот такой путь, откуда пришел клиент, через какой рекламный канал попал на сайт, что конкретно он сделал на сайте, например, вот в примере здесь виджет, и заказал обратный звонок. Либо он, например, в виджете мог написать в онлайн-чат или еще в какой-то чат, социальную сеть и так далее. Мы считаем, что это уникальная возможность нашей сквозной аналитики. Обычно аналитика показывает два понятия атрибуции. Есть атрибуция первого касания, есть атрибуция последнего касания. И в конечном счете, и в том, и в том случае часто идут ошибки. Вот у меня стояла перед этим другая сквозная аналитика, от которой я пользовался. Я знал, какие каналы мне более-менее приносят трафик на сайте, и все было бы вроде бы хорошо. Но я все время считал, что ВК для меня хороший канал. А почему я так считал? Потому что там атрибуция шла по последнему касанию. Соответственно, я смотрю такой, о, ребята с чата пришли. Ух, шикарно. Наверное, во ВКонтакте все работает. Расходы несу по ВКонтакту. А ВКонтакт выяснилось, что не дает расходы. А потому что происходила какая-то ситуация. На сайте стоит виджет, в котором есть чатик ВКонтакта. Клиент нажимает по объявлению с Гугла, переходит на сайт, ходит по сайту, нажимает по иконке виджета, находит, о, мой любимый ВКонтактик, через него я напишу. Нажимает ВКонтактик и обращается к компании через этот канал. Система сквозной аналитики говорит, ВКонтакт хорошо работает, но не всегда это так. Поэтому мы пишем всю цепочку, и вы как бизнес, просматривая эти данные, можете понимать, а действительно ли отработал хорошо ВКонтакт, или действительно отработал все-таки хорошо Гугл, потому что он пригнал трафик, который в конечном итоге конвертанулся. Поэтому мы пишем информацию о тех страницах, которые реально клиент посещал. Мы пишем информацию о том, с какого устройства приходил клиент. Это может быть либо мобильный телефон, либо планшет, либо компьютер. Тем самым вы будете наконец-то точно быть уверенными, а сколько у вас клиентов пользуются мобильными телефонами. Потому что забавно иногда разговаривать с бизнесом, мы делаем пилотные внедрения, приходят люди и говорят, да у нас клиентов с мобильных телефонов вообще нет. Поэтому наш сайт, он не адаптивный, нам это ничего не надо, да и нам все хорошо у нас. Вот теперь будем точно знать, откуда-то клиенты приходят, и может все-таки сайтиком нужно позаниматься, чтобы он хорошо работал на мобиле. Ну и вот эти вот данные, которые внизу показаны, это те данные, которые приходят, вот стоит такой страшной UTM-метки, которая была в примере показана. Мы забираем эту всю информацию, вплоть до слова, с которого произошел реальный контакт касания данного человека. Вы увидите, что вот это слово было в рекламной кампании набрано, поэтому слово был реальный переход. Тем самым можно будет отследить, какие объявления у вас наиболее релевантны, наиболее перспективны. Не стоит ли какие-то объявления просто переделать или поменять. Ну и, соответственно, собирая все эти данные, внутри Bittrex 24, конечно, мы строим отчеты. Есть целый раздел отдельный по аналитике CRM, и в этом разделе есть два отчета, которые относятся к сквозной аналитике. Первый отчет показывает нам окупаемость рекламы. То есть это как раз тот первый вопрос, который мы озвучивали в самом начале, когда клиент хочет понять, какой канал эффективнее. Потому что вкладывать сразу во все источники рекламы, конечно, это дорого. И на старте, да, это необходимо для того, чтобы понять, где же твоя аудитория, аудитория, которая именно конвертируется, то есть есть выигранные сделки. И как раз первый отчет – это окупаемость рекламы, которая показывает нам все действия, показывает, сколько пришлось сделок с каждого рекламного источника и сколько из них сделок было выиграно. Сначала мы сделали этот отчет по конверсии. То есть был показатель конверсии, который говорил, что этот канал столько-то конвертировался. Но так как конверсия по огромной статье Гугла не более 4-2% в продажу, то получается, что она в основном колеблется у части компании, ну большой части компании от 0,7 до 1,4. Конверсия вот так вот скачет. И получается, что при таких маленьких значениях, фактически находящихся в зоне погрешности, невозможно определить, насколько реально рекламная компания окупилась. Поэтому мы решили, давайте добавим более интересный показатель, который легко трактовать. Это так называемый маркетинговый ROI. Оно считается без себестоимости. Себестоимость, к сожалению, ложится на тело, ну или на руки, на плечи той компании, которая будет смотреть на эти цифры. Но оно работает по такому принципу. Если ROI менее от нуля и ниже, то есть отрицательное значение, то, соответственно, компания вообще убыточна. Этот канал надо резко отрубать. Если ROI от нуля до 100%, то получается, что в принципе компания, конечно, что-то там вам приносит, но скорее всего она не окупается. Потому что вообще в маркетинге ROI считается нулевой показатель, это 100%. Вот если рекламная компания 100%, ну уже отсюда можно что-то плясать. Если ROI больше 100%, то рекламная компания железобетонно окупается. Про себестоимость помним, что она там есть, и ее система не знает. Что компания 100% окупается, и этот канал точно стоит им заниматься и дальше наращивать туда расходы на этот бюджет. Поэтому мы ввели такой показатель. Он более понятный, во-первых, отделом маркетинга. Вам проще будет разговаривать с клиентами, проще будет разговаривать с маркетологами, теми людьми, которые занимаются рекламой. И компании будет проще следить. Вы им вот эти значения дадите, объясните. Ну и чтобы даже не мучиться этим компаниям, мы еще добавили туда просто словесные выражения. То есть хорошо, плохо и так далее. Ну и, соответственно, второй отчет, потому что очень часто бывает так, что маркетинг гонит трафик. Да, он есть. Говорит, а вот я вам пригнал 100 лидов, но дальше вдруг почему-то они не дошли до сделок, либо дошли до сделок, но не дошли до выигранных. И здесь нам необходим второй отчет, который показывает, где именно пропали эти лиды, почему они не конвертировались. И здесь мы показываем уже разделение по менеджерам. То есть один менеджер мог получить меньше лидов, например, с Яндекса, но все их дожать до реально выигранных сделок. Второй менеджер получил лидов гораздо больше, и мы думаем, что да, этот рекламный канал не работает, потому что лидов было больше, а выжимки ноль. Но второй отчет как раз поможет понять, все-таки рекламный канал приносит некачественный трафик. Или же менеджер работает плохо, и на каком-то из этапов воронки он реально теряет эти лиды, то есть не дожимает и не выигрывает сделки. Была забавная ситуация на пилотном внедрении, когда маркетолог и отдел продаж грызутся друг с другом, почему этот отчет появился. Грызутся друг с другом, я тебе лидов привел, что ты ничего не конвертировал. Он говорит, ты мне привел, я их не могу конвертировать, это мусорный трафик. И вот они друг с другом ругаются. Чтобы они больше не ругались, есть два отчета. Первый отчет дает возможность посмотреть маркетологам, насколько хорошо все происходит. Второй отчет чисто для отдела продаж, чтобы маркетинг сказал, вот твой Петров вообще не умеет конвертировать, ну ты иди разбирайся с своим Петровым, что ты на меня бочку катишь, я тебе пригнал 100 лидов, он ноль сконвертировал. А вот смотри, Васечкин, я ему пригнал тоже 100 лидов, а он там 95 из них сконвертировал. Ты трафик плохой, или твой Петров плохой? Иди разбирайся. То есть чтобы больше таких ругачек не происходило, два отчета, один для маркетологов, один для отдела продаж. Учет онлайн рекламы. Здесь у нас ролик. Этот ролик уже сегодня мы вживую демонстрировали. Мы просто показываем, как, насколько просто можно посмотреть, что происходит с онлайном. Мы, наверное, его сейчас пропустим, потому что там будет скриншот, на котором мы немножко с вами поговорим. С оффлайном такая же ситуация. Вы создаете рекламный канал, вы на этот рекламный канал ставите либо бирбл, билборд, либо еще что-то. Обязательно нужно на этот рекламный канал поставить те точки касания, которые вы будете контролировать. То есть вы контролируете не билборд, который стоит, или раздавая флайеры, вы контролируете не флайер, который пришел. Конечно, можно спрашивать вручную, что вы с флайера пришли. Но, скорее всего, менеджеры будут монкировать обязанности, не заносить эту информацию, либо будут забывать заносить эту информацию. Соответственно, канал может работать плохо. Обязательно на том же флайере делайте какую-то зацепку, через которую клиент будет обращаться. Это телефонный номер специальный для этого флайера, это email специальный для этого флайера, это еще какая-то информация, которую будете вы заносить в автоматическом режиме, вы не будете зависеть от менеджеров, не будете зависеть от человеческого фактора и наверняка скажете, работает канал или нет. Ну и тот эксперимент, о котором говорили в первом докладе, был проведен реальный эксперимент на бизнесе супруги Юры. На каждый рекламный канал в расход рекламы были положены деньги, была проведена оптимизация, был месяц работы, то есть мы месяц следили за тем, как работает каждый рекламный канал и получили результат. Конечно же, для каждого бизнеса, как правило, работают не все рекламные каналы одинаково, потому что аудитория все-таки делится, и в разных соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке аудитория сильно отличается. Соответственно, для каждого бизнеса будут работать свои рекламные каналы. И вот на примере Юры можно оценить, какие рекламные каналы сработали конкретно для их бизнеса. Была забавная ситуация, как раз таки интересная. Я сидел с Сергеем, он говорил, что ты положишь деньги на все пять каналов. Я говорю, я не буду опять ложить. У меня только два работают, у меня три не работают. Я точно знаю, не хочу деньги просто в трубу выкидывать. Он, ничего не знаю, положишь на все пять каналов, твои проблемы. Чтобы деньги все-таки в трубу не улетели, я все время считал, что Яндекс вообще не приносит. Я не считал почему. В тот раз специальное агентство занималось, чтобы Яндекс мне приносил трафик. Ничего не дало. Сейчас оптимизировал рекламу я сам. Я каждый источник оптимизировал. Деньги тратились. Деньги жалко было. Суммы все-таки для компании, для моей достаточно большие, для моей супруги. Поэтому мы каждый канал оптимизировали. Получилось так, вот как раз таки с маркетинговым роей, что в принципе Яндекс окупился. Но у него 100% там с небольшим хвостиком, 100.98. В принципе Яндекс неплох. Из него что-то можно выдержать, но уже бизнес будет принимать решение, а действительно нужно ли тратить на него деньги, а будет ли этот канал реально работать. Хотя вроде бы затрат не так много, прибыль какую-то мы получили. Мы точно видим, что Facebook для конкретно этого бизнеса не работает вообще. Нет там у него аудитории, либо неправильно что-то сделано было с рекламной компанией. Я не специалист, мог ошибиться. ВКонтакт тоже плохо работает, вроде бы даже сделки неплохо приносит, но они почему-то плохо конвертируются. Опять-таки плохая аудитория именно для этого бизнеса. Что-то не так происходило, не так давали рекламу. Тут, конечно, не узнаешь, но он не работает, этот канал. Зато хорошо сработал 100% Google и хорошо, прекрасно сработал Instagram. Особенно Google. 179% маркетингового роя. То есть канал, мы говорили о том, что от 100% и выше, это прям вообще все хорошо. Этот канал прекрасно сработал. Это тот канал, в который нужно тратить деньги. Единственная проблема, что этот эксперимент показывает, что невозможно потратить одинаковый бюджет железобетонно, потому что просто нет столько трафика. И в Яндексе что я не делал? Ну, понятно, что я не хочу сливать просто так бюджет. Это неинтересно. Хочется все-таки, чтобы целевой трафик пришел. Соответственно, я не смог выжать более 10 тысяч. То же самое с Google. Да, он прекрасно конвертируется. Я бы туда загнал еще 60 тысяч. Но больше 22 тысяч за месяц выжить не получилось. То же самое с Instagram. Тоже в районе 20-ки и все. Сумма больше дальше не работала. То есть невозможно забрать еще просто город маленький. Эксперимент шел на очень небольшом городе. Это Калининград. Это очень небольшой город. Небольшое количество населения. По статистике там около 500 тысяч человек населения, насколько я знаю. Поэтому получается так, что в принципе город небольшой. Поэтому бюджет в 30 тысяч даже нельзя было вытащить на конкретном бизнесе. То есть невозможно такую сумму потратить. Но компания теперь точно знает, что все-таки нужно сосредоточиться на Google, сосредоточиться на Instagram, убрать те каналы, которые не работают. Все-таки поработать с Яндексом. Там есть трафик, и его можно в принципе выжимать. Нужно дальше оптимизировать рекламу, разбираться, почему так плохо сработало, и увеличивать ROI. Ну и соответственно нужно искать другие источники рекламы, потому что деньги теперь как бы высвободились, их нужно потратить с умом, и теперь есть возможность контролировать его. Может какие-то подключать оффлайновые каналы, может быть что-то делать еще и постоянно экспериментировать. В чем интересность вот как раз-таки сквозной аналитики и вообще хорошо работать с ней, вот имея такой инструмент? Это то, что вы теперь можете безболезненно экспериментировать. Взяли небольшую сумму, ну небольшую для того бизнеса, для которого вы будете ее брать, ну не знаю, там условную. Вот для этого компании 10 тысяч вот так вот, чтобы понять, что трафик работает или не работает. Запустили на недельку, посмотрели, сработало, хорошо, не сработало, до свидания, выкинули этот канал, нашли какой-то другой. Постоянно нужно делать какой-то вести эксперимент. Ну и естественно не нужно забывать о так называемом прочем трафике. Это так называемый органический трафик, это визитки, билборды, какие-то вывески и так далее, которые тоже приносят трафик, и его тоже можно контролировать. Делая новые визитки, можно просто указать какой-то другой номер телефона. Вот у нас освободился номер телефона из фейсбука, он вообще не работает. Указал туда какой-нибудь органический, все равно толку от этого канала нисколько нету. Указали его на визитках, посмотрели, а сколько реально приносят визитки. Потому что визитки на самом деле обходятся достаточно дорого, их раздают. Их печать стоит денег, 2-3 рубля, но тоже деньги на каждую визитку, они тысячами расходятся. Вы можете посмотреть, а есть ли какой-то эффект, или может быть сразу выбрасывают в мусорку, тем самым тоже какие-то бюджеты экономить или где-то увеличивать. Поэтому не бойтесь экспериментировать, предлагайте разные каналы, как онлайновые, так и оффлайновые, вашим клиентам, которых вы обслуживаете. Вы теперь сможете реально им доказывать те каналы, которые реально у них работают. Ну и соответственно для того, чтобы что-то улучшать, это нужно измерять. И теперь мы видим, что да, все измеряется, все есть в отчетах, и улучшить можно только то, что можно измерить. Это Сергей на одном из релизов сказал такое. Релиз был про буз, правда, но хорошо подходит. Ну и теперь, выпустив такой инструмент, я не завидую на самом деле агентствам. У них была интересная, шикарная отмазка, что у нас нет возможности сказать вам, работает ли у вас реклама или не работает. Они никто не хотели брать на себя никаких обязательств. Либо хотели брать обязательства с бешеными бюджетами на доказательство того, что они тебе докажут, что они эффективны. Шикарно. Они мне хотят получать от меня денег, но хотят за мои деньги, за 250-300-500 тысяч, мне же доказать, что мои деньги будут эффективно расходоваться. Отлично. Теперь у них будут серьезные проблемы, потому что можно сделать достаточно просто и заниматься именно внедрением какой-то рекламы, продавать рекламу. Ну и вы как агентство, очень многие партнеры оказывают продажу рекламы. То есть делают какие-то рекламные инструменты, делают какую-то рекламу для своих клиентов. Вы теперь спокойно будете брать деньги с клиентов, потому что будете говорить, вот в случае с нашим экспериментом, вот Google работает, смотрите, сколько денег приношу. Явно компания, ни специалисты не знают, как сделать эту рекламную компанию, чтобы она принесла такой доход или так хорошо конвертировалась. И вы будете спокойно получать свои деньги, потому что вот висит живое доказательство того, что канал, за который вы получаете деньги, работает для этой компании. Ну и заключение. Битрикс24 сквозная аналитика отвечает на главные вопросы, какой рекламный канал приносит, какой рекламный канал эффективнее, приносит больше всего денег, кто из менеджеров работает лучше, а кто теряет. Строит рекламные цепочки, касание реальных клиентов, и вы сможете определять, какой из каналов реально вам принес ваш доход. Ну и Битрикс24 СРМ — это первое, единственное СРМ, у которой сквозная аналитика уже внутри. Не нужно ничего ставить дополнительно, отдельно настраивать, интегрировать. Все живет внутри. Вы подключаете рекламные каналы прямо в СРМ Битрикс24 и отчеты получаете там же. Современная СРМ состоит из пяти блоков, как напоминал Сергей, контакт-центр, СРМ, СРМ-маркетинг, СРМ-аналитика и наш пятый блок — сквозная аналитика. Вот такая большая, составная, получилась у нас СРМ, пять из пяти. На этом все. Спасибо. Ну и немножко вам инсайта, пока мы не убежали, так сказать. На данный момент сквозная аналитика выпущена буквально менее недели-полутора. Мы брали статистику прямо перед отъездом. Уже 750 человек трекают рекламные каналы, на которых реально есть деньги. То есть мы видим, как приходят клиенты с рекламных источников. Поэтому заинтересованность у клиентов огромная к этому инструменту. Вы можете с посылом идти к ним и говорить о том, что вы сможете теперь доказывать и осуществлять какие-то интересные проекты с ними. У нас буквально пару минут, потому что мы немножко задержались. Давайте всего пару вопросов, а потом после, если что, можно будет на митинг-поинте спросить все что угодно. Давайте пару вопросов. Микрофон. Добрый день. У меня два вопроса. Это первый вопрос. Что касается колл-трекинга, есть агрегаторы, которые ставят свой номер телефона. И, соответственно, когда к нам звонок приходит, нам приходит их номер телефона, и мы его никак не можем интегрировать. Вы имеете в виду динамический колл-трекинг? Нет. Потому что используем статику. Это ваши личные номера телефона, принадлежащие вам. Статика. Это просто статика, установленная на агрегаторе нашего партнера. Он нам звонит со своего номера, и, соответственно, нам будет фиксировать этот номер. Это раз. И второй момент. Тоже мне клиент спрашивал. Если есть такой путь клиента, дубльгиз, контакт, Яндекс и сайт, с какого момента будет первое касание, сказано? Будет с момента того, когда оно попадет в зону того сайта или той точки, где мы можем это отследить. То есть явно мы на дубльгизе ничего не узнаем про этого клиента. Ну, опять-таки, если он пришел с дубльгиза, мы его никак не отследим, если там не будет стоять какого-то уникального номера. Там же тоже можно давать в дубльгизе рекламу. Если вы укажете правильный номер, мы точно будем знать, что этот клиент пришел с дубльгиза. Но если это просто органическая выдача, так называемая, когда там компания просто присутствует, и вы не даете в ней рекламу, и там указан номер не какой-то специальный, то вы никак не узнаете. Номера на самом деле нет смысла зацикливаться на партнерах. Номер стоит условно 200 рублей. Да, господи, его можно купить. Купить свой личный номер и его хранить. Просто номера периодически тусовать, когда канал не отработал. Давайте еще один вопрос. Ну, если Катя отлистает, отлистай на цепочку. У нас уже другая презентация. Ну, все, к сожалению. Но мы сможем потом отдельно показать на ноутбуке. Хорошо, давайте мы перейдем. По сквозной аналитике любые вопросы можно будет задать в миссинг-поинте сразу после наших докладов. Их будет всего четыре. И потом там около часа, по-моему, мы будем вас ждать в фойе и отвечать на все вопросы. Продолжение следует...